Привет, дорогие друзья, а также здравствуйте и все, кто любит замысловатые сюжеты. Такс, ну что тут у нас? А собственно, вот что. На этой неделе нам наконец-то показали свежий геймплей Киберпанка, поведали детали про Био Мутант, Far Cry 6 и даже кое-что про GTA 6. И, кроме этого, состоялась пара анонсов новинок. Но и даже это еще не все. Поэтому подпишись на канал, если тут впервые, и не забудь поддержать нас своим бесценным лайком. И, короче говоря, давайте разберемся во всех этих вещах, что происходили в игровой индустрии. Студия CD Projekt RED выпустила новый трейлер и геймплей Киберпанк 2077, посвященный сюжету, персонажем и миру горячо ожидаемого проекта. Помимо всего этого, в нем присутствует обилие нецензурных выражений. В ролике вы увидите Найт Сити, мегаполис мрачного будущего в антураже Киберпанка. Человечество уже перестало быть просто людьми и превратилось скорее в киборгов. Ви, наш протагонист, пытается заполучить единственный в своем роде имплантат, который дарит бессмертие. Трейлер охватывает начало его карьеры, напарников, демонстрирует перестрелки, задания и досуг. Нам показали Ви с напарником Джеки и их подготовку к ограблению корпорации Арасака, по поручению фиксера Декстера Дишона, которому нужен биочип бессмертия. Также в трейлере рассказывается о новых аспектах игры, в том числе об открытом мире Badlands и Адами Смашери, неуклюжем киборге, который может показаться знакомым поклонником настольной РПГ. Концовка видео вновь показывает нам Джонни Сильверхэнда в исполнении актера Киану Ривза. Рассказали про механику под названием Brain Dance — футуристическая технология мира киберпанк, позволяющая главному герою полностью переноситься в чужие воспоминания. Находясь в чужой голове, можно будет свободно осматриваться вокруг, анализировать события прошлого, а также искать подсказки и полезные сведения. Фактически, это отдельный виртуальный мир внутри самой игры. Чужие воспоминания призваны помочь восстановить цепочку событий прошлого в цельную историю, а также ближе познакомиться с другими персонажами и жителями Найт-Сити. Ви вживается в шкуру бандита, который пытался ограбить магазин, но в итоге словил пулю. Механику будут использовать для множества самых разных историй — от странных до комедийных и сексуальных. Тут привет Remember Me — режим детектива из Batman Arkham Origins. А журналисты поделились первыми впечатлениями от нескольких часов в игре. Все как один хвалят РПГ, а некоторые заверяют, что готовы ждать игру столько, сколько потребуется. Вы сможете сами создать своего персонажа, благодаря подробному редактору. Выбирать навыки и решать, какого стиля прохождения придерживаться. Будет даже шесть разных вариантов гениталий. Из слов журналистов, Найт-Сити чувствуется очень живым и обжитым городом. Каждый район имеет свои уникальные особенности. В нем происходит огромное количество случайных событий. Можно взаимодействовать почти с каждым человеком, а более десятка уникальных радиостанций не дадут заскучать. Оружейный арсенал обширен, а сами пушки имеют вес. Можно, к слову, принять побочные задания от полицейских. Помимо косметики, игроки смогут выбрать начальные перки. Каждый атрибут персонажа открывает целое древо обновления после. Перед началом вам необходимо выбрать путь. Их три варианта. Это влияет на диалоги и варианты миссий в дальнейшем. Если выбрать кочевника, герой начинает путь в пустошах и уже является опытным контрабандистом. Ваш напарник Джеки с вами вне зависимости от выбора. История с ним начнется при вашем длительном сотрудничестве. Одновременно с этим был представлен аниме-сериал по вселенной игры под названием «Edge Runners», который выйдет на Netflix в 2022 году. Он расскажет историю мальчика, пытающегося выжить на улицах города будущего. Через пару недель студия обещает провести вторую презентацию, где расскажет новые детали. V получит свой первый заказ 19 ноября. А наше подробное превью появится на днях. Очень рекомендую посмотреть. Основными локациями Far Cry 6 станут тропические острова. Об этом заявил на форуме Ресетера инсайдер Акаби. Он также сообщил некоторые другие подробности об игре. В Far Cry 6 появится верховая езда и возможность стрелять, находясь в седле. В центре сюжета будут наркотики, а пользователи смогут проходить игру в кооперативе. Инсайдер также упомянул реактивные ранцы и либо зоопарк, который будет помогать, либо помощь зоопаркам. Пользователь также указал на сериал Нарко, вероятно, как близкий по духу к предстоящей игре. Учитывая упоминания Нарко и около тропических островов, возможно, что события Far Cry 6 развернутся в Южной Америке или Карибском бассейне, например, на Кубе. Тропические острова были основными локациями 1 и 3 Far Cry. Наркотики, так или иначе, появлялись почти в каждой игре серии. Животные в качестве напарников появлялись тоже. По предположениям, игру анонсируют 12 июля во время презентации Ubisoft. Ситуация с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутых сценаристу Крису Авелону, стремительно развивается. Совсем недавно стало известно, что от разработчика поспешно стараются откреститься различные компании, сотрудничавшие с ним. Одной из таких значится польская Techland, представители которой пообещали крайне внимательно отнестись к произошедшему и вскоре озвучить свою официальную позицию. Ждать долго не пришлось. В данный момент Крис Авелон, прежде занимавший должность нарративного директора зомби-боевика Dying Light 2, больше над игрой не работает. Цитата. «Вопросы домогательства и недобросовестного поведения рассматриваются максимально серьезно. Подобное поведение мы терпеть не будем. Такая политика относится к нашим сотрудникам и сторонним работникам, включая Криса. Именно поэтому вместе с самим Крисом мы решили закончить наше сотрудничество. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы игра дарила именно то, что мы вам и обещали». По изначальным планам, релиз должен был состояться еще весной этого года, однако выход был перенесен на неопределенный срок. Сейчас у Dying Light 2 нет точной даты премьеры. Ожидать игру стоит на PS4, Xbox One, ПК, а также на Xbox Series X и PS5. Официальный блог PlayStation опубликовал свежие подробности об историческом боевике Ghost of Tsushima. Речь пошла преимущественно о боевой системе, а также о различных произведениях, которыми авторы вдохновлялись при создании проекта. Так, центральную роль в сюжете Ghost of Tsushima занимает Дзин Сакай, человек, потративший всю жизнь на тренировки и самурайский образ жизни. Он бдителен, внимателен, дисциплинирован и смертельно опасен. Дзин прекрасно владеет катаной, хорошо скачет верхом и точно обращается с луком. Но даже этих навыков ему недостаточно, чтобы спасти родину от захватчиков. Именно об этом и расскажет история призрака. Катана — это в некотором роде первостепенная основа всей игры. Разработчикам было критически важно, чтобы это оружие правильно выглядело, звучало и ощущалось во время геймплея. Основной акцент в боевой системе зиждется на трех основных положениях — скорости, остроте клинка и точности. Фокусировка на скорости означает, что многие выпады ощущаются предельно быстрыми, что обусловлено небольшим весом его орудие. Нельзя забывать и о своем тыле — монголы не будут стоять в стороне. Однако у Дзина все-таки получится отразить сразу несколько ударов. Дзин вооружен семейной реликвией — катаной. По этой причине она должна ощущаться предельно острой, из-за чего враги расстаются с жизнями после нескольких пропущенных атак. Схожие правила применимы и к самому Дзину — призрак может пережить всего несколько ранений. Это дарит игрокам чувства, словно они всего в одном шаге от смерти, и за каждой следующей ошибкой кроется поражение. Точность наносимых атак имеет невероятное значение. Дзин всегда должен атаковать под правильным углом и в правильный момент времени. Игровой процесс полностью следует этому принципу. Во главе всего стояла необходимость подарить игрокам отзывчивое управление. Вы всегда контролируете ситуацию, можете на ходу менять направление удара или отменять анимацию атаки, даже в угоду реалистичности. И это ощущение будет лишь укореняться, например, за счет развития умения блокировать и парировать атаки, а также различных стоек, подходящих для разных видов противников. Релиз Ghost of Tsushima состоится 17 июля на PS4. Компания Activision представила Crash Bandicoot 4 It's About Time — первую оригинальную игру во франшизе за последние 10 лет, которая является прямым продолжением Crash Bandicoot 3. Разрабатывают ее создатели сборника Spyro. Антагонистом вновь выступит доктор Neo Cortex, который вместе с Нефариусом Тропи и Укой-Укой сбежал из заточения, проделав дыру в пространственно-временном континууме. Чтобы помешать ему завладеть мультивселенной, Crash'у и его сестре Коко предстоит отправиться в новое приключение. Четвертая часть будет разбавлена новыми механиками. Среди них квантовые маски, завладев которыми, геймеры смогут изменять игровой процесс по своему усмотрению. Всего будет 4 маски. Одна откроет способность замедлять время, а другая — управлять гравитацией. Будет два режима игры — современный и ретро. Выбрав первый, игроки получат неограниченный запас жизни и возможность возвращения на точку сохранения в случае гибели, а во втором прохождении придется начинать сначала. Появится множество грозных боссов и продвинутый платформинг с бегом по стенам, скольжением по рельсам и раскачиванием на веревках. Помимо Crash'а, игроки смогут сыграть за Коко и даже самого доктора Neo Cortex'а, что позволит посмотреть на историю с противоположной стороны. Поработали авторы над дизайном персонажей, представив их в новом стиле. Релиз состоится 2 октября этого года на PS4 и Xbox One. Коротко о главном. THQ Nordic и студия Experiment 101 провели геймплейный показ ролевого экшена Biomutant. Демка в основном была сфокусирована на открытом мире игры, позволяя взглянуть на различные биомы и больших причудливых боссов. Мир биомутанта имеет площадь 8 на 8 километров, и, как видно из демонстрации, он населен крупными пушистыми существами, на некоторых из которых можно будет передвигаться. Проект оглядывается на Зельду. После краткого вступления игроки могут свободно исследовать локации в любом направлении. Разработчики также рассказали о создании игрового персонажа. Геймеры не будут ограничены одной моделькой зверька и смогут придумать собственного героя, используя 6 типов ДНК. При этом внешний вид фактически будет определять его способности. Редактор также позволит свободно экипировать своего персонажа всевозможным снаряжением и вещами. Дата релиза RPG пока не имеет, но разработчики говорят, что игра вступила в заключительную фазу разработки. И на этом этапе команда по большей части имеет дело с выявлением ошибок. В интервью US Gamer руководитель Hanga 13 Hayden Blackman подробнее рассказал о ремейке культового гангстерского экшена Mafia The City of Lost Heaven. Источниками вдохновения послужили первые части Крестного отца. Сара, любовный интерес Томми, получит больше экранного времени. Она долгое время работает в баре своего отца Луиджи и не является частью мафии, но имеет представление, как там ведутся дела. Роли Поли и Сэма будут немного расширены. Изменились некоторые миссии и появились новые, чтобы игроки лучше прочувствовали, насколько высоки ставки в конфликте между семьями Сальери и Морелла, при этом не жертвуя смыслом истории в целом. Lost Heaven подвергся полному переосмыслению. Художники постарались создать самый красивый город, какой только было возможно. Игру можно будет настроить так, чтобы она игралась как оригинальная мафия, но это также открывает двери для геймеров, которые не хотят отвлекаться от сюжета. Ганплей разработчики перенесли из Мафия 3. Сражения для Томми станут намного более опасными, и каждая пуля будет иметь значение. Будет два варианта механики вождения — режим симуляции и более доступный. Также появятся мотоциклы. Сальери передаст вам привет уже 28 августа. Новые детали Marvel's Avengers про сюжет, героические миссии и кооп. Нам представили Камалу Хан, Мисс Марвел, после событий Дня А. Она узнает о заговоре, в котором замешана организация IEM и пытается собрать Мстителей. Модок — антагонист с более чем 50-летней историей в мире Марвел. Он может контролировать машины силой своего разума и стоит во главе организации, которая выставила супергероев вне закона. Была представлена героическая миссия Тора. Такие задания будут сфокусированы на одном герое и проходить их можно будет лишь в одиночку. Способности будут поделены на три главных типа — атакующие, поддержки и ультимативные. По мере получения опыта каждый персонаж сможет тратить очки на развитие различных способностей, позволяя игрокам создать свою собственную версию героя. Боевая система за каждого персонажа похвастается наличием уникальных комбо, способностей, умений, а также коронных приемов — все нужно будет постепенно открывать. Показали кооперативные миссии, которые можно будет проходить как с другими игроками, так и с искусственным интеллектом. Релиз состоится 4 сентября. Slightly Matt объявила дату релиза автосимулятора Project Cars 3, который был анонсирован в начале месяца. Игра выйдет 28 августа 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One и предложит пользователям самый большой список автомобилей в истории серии, новые трассы и режим карьеры. Также новинкой являются аутентичные апгрейды для машин и возможность персонализации как для автомобилей, так и для гонщиков. Исмаил Ашраф в Twitter рассказал о том, что покидает пост главы разработчиков Assassin's Creed Valhalla, а причиной послужили проблемой личного характера. Он также написал, что жизни всех членов его семьи и его самого разрушены, и извинился перед фанатами и всеми, кого эти новости задели. На данный момент он удалил свой Twitter аккаунт. Есть вероятность, что причиной стало недавнее заявление одной девушки о том, что Ашраф больше года встречался с ней, будучи женатым. Пока никакой информации о том, кто займет пост Исмаила нет, но и новостей о переносе релиза новой части Assassin's Creed тоже нет. А значит, что пока Вальхаллу стоит ожидать в конце года. Разработчики Hitman 3 поделились некоторыми деталями стелс-экшена. В 47-му вновь придется помотаться по миру. Игроков же ждут 12 уровней в шести уголках света, включая Дубай, которому делено особое внимание. Не говоря уже о том, что в Hitman 3 будут доступны все локации из двух предыдущих частей. Также можно будет перенести прогресс из Hitman 2, так что прежние усилия наемного убийцы со штрих-кодом на затылке будут вознаграждены. 47-й придет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Series X в январе следующего года. Издаст игру студия на этот раз сама, без помощи Warner Bros. Games. Не так давно польская студия CI Games выпустила шутер Sniper Ghost Warrior Contracts, в котором игрокам пришлось расчехлить снайперские винтовки и прочие высокотехнологичные гаджеты, например, дронов, и отправиться в Сибирь. И теперь авторы анонсировали сиквел Sniper Ghost Warrior Contracts 2, но без подробностей. Можно ли всего за год выпустить достойную игру? Этот вопрос пока остается открытым, но нельзя сказать, что первая часть задала высокую планку. Игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One осенью. Студия Vicarious Visions опубликовала трейлеры предстоящей Tony Hawk's Pro Skater 1 плюс 2. Авторы представили ряд новых скейтеров, которые присоединятся к тем, что присутствовали в оригинальных играх. Кроме того, разработчики назвали дату выхода демоверсии проекта. Студия добавит еще 8 именитых скейтеров. Все они представляют собой сегодняшнее скейтерское сообщество и имеют собственный стиль, характеристики и фирменные трюки. Что касается демоверсии, то доступ к ней могут получить те, кто оформил цифровой предзаказ. В ней будет представлена площадка «Склад» — самый первый уровень в истории Pro Skater. Демо будет доступно с 14 августа, а выход запланирован 4 сентября на актуальных платформах. Пользовательский рейтинг The Last of Us 2 на сайте Metacritic начал расти. Последний раз составлял 4,5 из 10. Несмотря на то, что изменения могут показаться незначительными, они достигнуты активностью буквально десятков тысяч людей. В разделе пользовательских рецензий разворачивается настоящая война между противниками и сторонниками Naughty Dog, многие из которых при этом не играли в игру. Первые ставят самые низкие оценки, а вторые стараются отбиваться высокими. Сейчас на агрегаторе рецензий зарегистрировано 23 тысячи положительных отзывов и 39 тысяч отрицательных. Всего же количество пользовательских обзоров перевалило отметку в 64 тысячи. Такого резонанса на Metacritic не вызывал еще ни один выходивший продукт. В то же время продажи игры побили абсолютно все рекорды эксклюзива в PS4. Фанаты GTA с вожделением ждут хотя бы каких-нибудь крупиц информации о следующей части легендарного криминального боевика компании Rockstar. На вопрос, почему Rockstar не торопится с выпуском GTA 6, попытался ответить Дарион Левенштейн, бывший сотрудник Rockstar San Diego. По его словам, шестую GTA пока не показывают, потому что она, вероятно, к этому просто еще не готова. Выпустить новую крупную игру, созданную под новые системы, при этом приуроченную к их запуску — это очень непросто. На разработку банально нужно больше времени, а вот обновить существующий проект, сделать его красивее — это намного дешевле и проще. Смею предположить, что GTA 6 к настоящему моменту просто не готова, а переиздание GTA 5 выступит как дополнительный источник дохода, необходимый для будущего серии. Согласно доступной информации, на выход GTA 6 в ближайшие пару лет надеяться не стоит. Blizzard рассказала о прогрессе разработки Diablo 4. В рамках последнего этапа производства акцент был сделан на зоне под названием «Сухие степи». Команда тестирует игру, чтобы понять, какие элементы работают, а какие требуют полировки. При этом текущая версия не содержит всех наработок, которые имеются в запасе. В Blizzard пообещали изменить подход к повествованию. При общении с второстепенными персонажами камера будет приближаться к собеседникам. Что касается открытого мира, то игроки смогут совмещать выполнение побочных заданий с продвижением по сюжету. Геймеров будут ждать ивенты, PvP-активности и т.д. Разработчики очень гордятся системой лагерей. Зачистив заставу с бандитами, на их место придут дружественные персонажи. Передвижение по карте облегчит система транспорта. Так к седлу верхового животного можно прицепить трофей. Судя по описанию сетевого режима, разработчики решили не ориентироваться на World of Warcraft. Они хотят, чтобы встречи с другими игроками были более редкими, иначе вселенная утратит ощущение опасности. После выполнения сюжетных миссий, города превратятся в социальные хабы. В открытом мире можно натолкнуться на других геймеров и принять участие в ивенте. И на этом 353-й выпуск игрового дайджеста GameNews Weekend подходит к завершению. Но вот вам новость для размышления. Microsoft объявила о закрытии стримингового сервиса Mixers 22 июля. Развивать этот сегмент дальше компания будет совместно с Facebook Gaming, при этом крупные звезды платформы, вроде Ниндзи и Шрауда, освобождены от обязательств и теперь могут стримить на любой понравившейся им платформе. Основной причиной закрытия назвали недостаточно быстрый рост аудитории, который позволил бы на равных конкурировать с подобными сервисами. И на этой крайней стриминговой ноте у нас все. Обязательно присоединяйтесь к обсуждению новостей из выпуска в комментариях. Также будем рады видеть вас у нас в Дискорде и на лайв-канале. Не забудьте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV! Смотрите и играйте вместе с нами!